Мне это так нравится. Мне так нравится история. Какая у нас сегодня история, а не какая по сути событий, потому что то, что было из истории всех отношений, оно произошло, как бы вам сказать, это еще в 1990-х годах прошлого века. За исключением некоторых моделей самолетов. То есть, грубо говоря, когда у нас закончилась холодная война, наша история почему-то прекратила свое вообще какое-то существование. Да, клево было, да? То есть, что в Америке произошло? Ну, одна модель. Что в России произошло? Ну, две модели. Я имею в виду современные модели самолетов, за исключением тяжелой грузопассажироперевозащей аппаратуры. Хотя, с другой стороны, если мы будем говорить, Boeing 737, это достаточно старая модель. И просто переделали, и она немножко хлопнулась. Ну, в общем, в общем, конечно, это все не очень хорошо. Потому что, если бы было противостояние Советского Союза и Америки, мы бы наверняка уже в космос полетели. Да, это было бы хорошо. С другой стороны, что сегодня и сейчас произошло у нас? Ну, слава тебе, Господи, мне нравится то, как себя стал вести Китай. Китай нам дает возможности купить самолеты. Причем они делают все самолеты, практически все. Но не все в идеальном состоянии, естественно. Но, тем не менее, они работают и немножко чуть-чуть стали повеселее, чем Россия. В России, кстати, тоже было в свое время из разряда никакого. Я имею в виду сам Советский Союз. В данном случае мы смотрим на те самые модели из Советского Союза. Я вам сейчас покажу. Вот это у нас был МиГ-3. Вот он такой был. Кстати, хорошая, нормальная модель. Пришлось просто поработать, естественно. Но поработал я и, в принципе, этими моделями я более чем доволен. Но единственное, что случилось, у меня не было никаких декалей в природе своей, понимаете. Советский Союз тогда еще декали-то не производил. А этот самолет, кстати, вот этот самолет вообще в природе не существовал. Я не знаю, откуда его нашли и как они его сделали. Но поработав, получилась хорошая модель. Но эта модель самолета стала меньше, чем то же самое, что производил Великобритания. То бишь, вот Великобритания делала такой модель самолета. И вот эта модель самолета у нас была, как у дурака Мохорки, она везде и всюду продавалась. Темпесты, вампиры, аэрокобры, очень редко были свортвиджи. Еще одна штука была, она у меня и есть. Единственный самолет был. Я почему сейчас все это дело возвращаюсь на круги своя. Я, как бы, конечно, хотел все это дело работать именно с размерами 1 к 48. Но, с другой стороны, я сейчас занимаюсь всеми моделями самолета. От в до. То есть, у меня есть 1 к 18. Скоро будет 1 к 24. Потом 1 к 32. Это уже есть, естественно. Вот единственное, что не хватает 1 к 24. Есть несколько самолетов. Очень большее количество, 48-е модели. Почему мы вернулись на круги своя? Во-первых, я же не просто занимаюсь моделями самолета. Я стараюсь сделать это для себя, показать, подумать, придумать. И самое главное, что я хочу красить модели самолетов. Это тема одна. Но самое главное, я хочу покрасить модели автомобилей. Настоящие модели. Я имею в виду не модели, а настоящие машины, естественно. Для чего все это делать, собственно говоря. Но с другой стороны, я этим в детстве занимался. Как бы вам сказать, я освоил это дело. В свое время не было аэрографов, к сожалению. Сегодня, сейчас я использую аэрографы. Да. И вот сделал таким. Уже интереснее. Уже умнее. То есть, я немножко тоже. Понимаете, мне когда говорят, «Люша, ты не будешь ли не учиться?» Я говорю, «Нет, я буду всегда учиться». Понимаете? Буду мне хоть что говорить. Я помню чудное мгновение. Это уже из разряда Пушкина. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Но это был немножко другой вариант. Еще в свое время Леонид Ильич... Владимир Ильич Ленин говорил нам, что учиться никогда не поздно. Я и буду учиться, поверьте мне. Если мы не будем учиться, мы будем просто нехорошими товарищами. Но вот в принципе, как бы я... Что у нас случилось, да? То есть, эти модели в свое время не имели никаких декалей. Если бы не тот самый хороший человек, Андрей, он занимается моделями танков, по большей части, а он мне кое-что сделал из самолетов. Естественно, я это дело рекламировал. Если вам интересно, зайдите дальше в интернет, посмотрите стендовые модели. Они немножко сейчас переехали. Они не располагаются там, где мы говорили раньше. Они сейчас примерно там же, где у нас... Ну, все, кто покупает квартиры на том же месте примерно, он чуть-чуть ближе к Уралу находится. А там не сильно далеко. То есть, дойти, в принципе, от того места, где вы квартиры продаете и покупаете метров 75, не больше. Вы увидите, поймете. Он там сейчас занимается. Он, конечно, крутой специалист. Я бы всю жизнь хотел, чтобы он показывал. И вот я у него взял декальки. То есть, некоторые декали... То есть, как бы вам сказать, сама ситуация в чем была интересная? То есть, Россия никогда не выпускала в том количестве продукцию, ну, допустим, Америки. По большей части мы больше выпускали продукцию в Великобритании. Да, 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 да. Вот в Великобритании было как у дурака махурки. И самая забавная ситуация именно того момента времени, что было никаких возможностей по декалям. Ну, не существовало их в природе своей, понимаете? Ну, не существовало. Мне пришлось взять немножко другие декали, хотя оригинальные декали здесь есть в природе своей. То бишь, что пришлось мне сделать? Ну, вот так и сделал. То есть, в принципе, так он красился. Был один в один. Ну, вот немножко, чуть-чуть больше. Тут вопросов нет. Но самая забавная ситуация, это вот эта покраска была. Видите, да? Это не первый человек, а россиянин так это делает. Потому что даже не для первого человека россиянина, вот стандартная покраска. То есть, это, в принципе, делалось декальками. Понимаете? Они даже это делать не умеют. Ну, может быть, что-то сделать в природе своей. Ну, как бы сказать, мы же работать должны немножко, научившись немножко сделать все по-другому. Вот. Теперь, о чем мы сейчас будем говорить. Я не противник самолетов. К сожалению, сейчас их в том количестве не стали делать. Почему, непонятно. Потому что закончилась холодная война. Зря, кстати. Но сегодня, сейчас у нас идет дополнительное противостояние. Да? Дополнительное противостояние. И, в принципе, и, в принципе, я ничего не буду говорить. Я противник того, что кто у нас будет летать на самолетах. Вот вопрос. В чем заключается? Это, кстати, вопрос для руководителей нашего государства. Господа мои. Ну, или кто вы там? Я не противник самому. Я противник того, что мы сейчас не можем сделать даже десятой части того, что делает Америка. Вы там что, оборзели что ли? Алло. Раньше в Советском Союзе везде и всюду летали. Вы зачем это делаете? Объясните мне. То есть, почему мы не можем в Магнитогорске летать? Понимаете? Когда человек... Как бы сейчас объясню. Я очень с опаской сажусь в наши авиационные рейсы, которые летают внутри. Потому что в 90% случаев, в 90% случаев, в 90% случаев это вина пилотов. Они даже планировать нихрена не умеют. Они даже не умеют планировать. То есть, если у нас был раньше аэроклуб, в котором я, извините, целый год провел, я собирался летать на самолетах, и одна сука меня не пробила, потому что мне не хватало веса и роста. Ну, сучка. Других вариантов я и не вижу. Я бы никогда бы не стал заниматься телевидением. Я бы летал. Я бы всю жизнь летал, потому что это была моя история, моей жизни. Почему мы не можем себе купить самолет? Почему мы это не можем себе купить самолета? Вы что там борзеешь? Это пространство бесконечное, безумное. Да, конечно, оно очень холодное пространство. Ну, дайте людям возможность летать. Чем больше мы будем летать, тем выше наше качество существования. А вы нахрена закрыли наш аэродром? Нахрена вы распилили? У вас что, блядь, нехрен было где посадить, что ли? А? Это огромная территория. Зачем вы там? Я не понимаю. Я это не понимаю. Я не понимаю тех вещей, которые вы делаете. Может, я тупорылый такой. Кто летать-то будет? Как человек научится летать, не научившись планировать? Самолет в свое время, попавший в аварию. Почему сейчас перестали летать? Люди над вулканами, которые стали извергаться. Потому что вулкан испаряет огромное количество пыли. Один самолет летел. У него заглохли все четыре двигателя. Боинг 747. 747, да, летел. Просто все четыре двигателя глохнули. И он планировал достаточно долго. Потихоньку он завел три двигателя и сел. Они хоть научились планировать, а у вас-то что? Вы самолеты садите, блин. Вы где? Вы идиоты, что ли? Я не понимаю, блин. Быстрее, активнее. Думайте, зачем вам эти сраные, блин, айтишники? Что они нахрен умеют? Вы идиоты. Я по-другому не понимаю. Вам надо, чтобы люди ездили, чтобы люди летали. Дайте возможность им летать. Вы что там? Я, конечно, все прекрасно понимаю, что какой-то говнюк, который сил власти, он думает, что я самый крутой. Говорит, да ты баран, ты чмо вонючий, это никто по сути своей. Тебя просто поставили, а ты еще воруешь. Говнюк. И ты не даешь возможности. У нас не дает возможности даже на шестисотых машинах ездить. А с чего? Ну, типа мы будем круче, что ли, блин? Ну и что теперь? Да, умом не понять мне эту страну. Я не понимаю эти вещи. Я не понимаю суть событий как таковую. То есть мы должны летать, мы должны заниматься этим делом. Должна быть пропаганда, вы должны покупать самолеты. Вы что, забыли, что ли, сколько мы... Вы вернитесь, дебилы, вернитесь в 30-е годы. Сколько у нас было самолеты? У нас каждый первый самолет думал, думал, что он станет летчиком Сталина. И все это делали. И поэтому это была крутизна. Даже невзирая на некоторое количество пилотов, которые просрались, потому что у нас были самые крутые самолеты. Да, господа мои, мы это делали. Что сегодня, сейчас. Ух, 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 ух. Сегодня, сейчас, вы внедрили людей, которые круче телефона, сраного, ничего не умеют. Они ничего делают. Они даже жрать не умеют, готовить. Разверните, подумайте, верните на круги своя. Как бы вам сказать-то, но есть специалисты, есть, которые умеют летать. Им хочется летать. Так дайте им возможность. Ну, а если этого не случится, то, как бы мне сказать-то. Я понимаю Америку, да. Почему там могут летать люди с одним глазом? С одним глазом. Он может управлять настоящим самолетом, который везет пассажиров. Там люди летают с очками, для них это нормальное явление. Там, ты захотела летать, ты будешь летать. Да, господа мои. Вот девочка захотела, там какие суммы. Вы с какого перепуга шлепнулись? Где, блядь, полтора миллиона людей у человека обыкновенного? Вы там с какой, где у вас, в каком месте? А, бараны, блин. Дайте просто возможность летать. Хорошо, некоторое количество денег. Сколько я могу потратить? Ну, оптимальную сумму, чтобы я мог полетать. Даже если я займу деньги. Это я. Парняга, ну, скажем так, Наверное, умный, но не самый крутой. 150 могу найти. А детишки? Детишки? Ну, хорошо, договорились. Я сильно-сильно хочу. Давай тебе, я тебе отдам эти деньги, но ты будешь летать. Ну, в принципе, если есть папа и мама, то, ну, грубо говоря, 30 тысяч они могут отдать. А тот, кто хочет летать, у которого ни папы, ни мамы нету, вы что делаете? Да. Сложности будут. Сложности. Они есть. И вместо того, чтобы думать, и показывать, и работать, и постоянно говорить про историю отношений, вы делаете все абсолютно неправильно. Плохо это все. Думайте и переделывайте, или иначе все будет еще веселее. Как веселее это станет с теми, а с чем станет веселее? Я так думаю, что я-то скоро до этого увижу. Потому что все специалисты экстра уровня в медицине, в медицине. Экстра уровня. Они уже на тот свет-то уходят. А новых нету, нормальных. Ну, нету и все. Как бы вам не сказать, меня ухомыздали целиком, больного бронхитом, до пневмонии. Это что за идиотизм? А? Алло? Не, я, конечно, понимаю, что вам хотелось бы, чтобы в Российской Федерации было 70 миллионов. Этого было более чем предостаточно. Не знаете, кто про это дело говорил? Маргарет Эйчер. Не слушали, что ли? Зря, почитайте. Но люди и хотят жить. Люди хотят творить. Люди хотят летать. А вы не даете. Плохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова